Микс Ньюз Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком Здравствуйте, дорогие радиослушатели Сегодня, как всегда, в среду утром В 10 с вами я, главный редактор Журнала Люблю и Навина Доброе утро И со мной сегодня в эфире Гость и давний друг нашего журнала Надежда Зейглиш Психолог, гештальтерапевт, супервизор Надя, здравствуй Доброе утро И публикации И Очень часто В сети разные есть Такие и длинные, серьезные Такие, похожие на медицинские Тексты и маленькие смешные картиночки Посвященные депрессии Это один из центральных материалов Нашего журнала Который сегодня утром уже появился в киоске И Надя, как Специалист, душевед Сегодня Ну, расскажет нам О своем мнении Надя, вот скажи, пожалуйста Это вообще Диагноз Или это состояние Что такое депрессия Как в мире Специалистов По изучению состояния души Вообще Какие категории Применяются К этому слову депрессия Что это такое Ну, знаешь Мне кажется Депрессия Чем-то напоминает Любовь Почему? Потому что И любовь И депрессия Пострадали от того Что это слово Каждый понимает Как хочет И когда Кто-то говорит Я люблю Там может быть Столько смыслов Что Я без тебя Не могу жить Это зависимость Это использование Это сексуальное Возбуждение С депрессией Примерно Что-то близкое Это может быть Заболевание Это может быть Пониженное Просто настроение Эпизодическое Человек может Расстроиться И сказать Ой Депрессия У меня на этой неделе Депрессия Да У меня сегодня Утром Случилась Депрессия Да Вот И точно так же Люди могут Ошибаться В обратную сторону У них могут быть Очень серьезные Трудности Которые Они Списывают На Проблемы С силой воли Недисциплинированно Плохой Характер Да Люди могут Очень долго Мучиться Страдать Реальной Депрессией Но ее Так не Называть К врачам Не обращаться Помощь Не получать И в общем-то Вести Очень тяжелую Вести Очень тяжелую Жизнь Не Не бегая К помощи А вот скажи Пожалуйста Пресловутый Плохой Характер Или Скажем Такая Общая Хандра Есть же В русском Языке Синонимы Депрессия Но Все-таки Хандра И депрессия Вот даже у нас Заголовок Вынесено Как отличить Болезнь От обычной Хандры Вот если Утром Открываешь Глаза И думаешь Да пропади Оно все Пропадом Это вот Еще хандра Или уже депрессия Как к себе Прислушаться Или это надо Так открывать Глаза И не хотеть Вставать на протяжении Недели Или месяца Недели мало Отлично Значит Пока неделя Две Это еще Хандра Но если Больше двух Имеет смысл Уже Сегодня Две недели Как январь С очень плохой Погодой После праздников Ничто не предвещает Если большинство Людей В каком-то так себе Не очень настроении Ну не надо себе Еще наверное Диагностировать Депрессию А в каком случае Следует подумать О том Что ой Что-то я долго Ничему не радуюсь Не это ли у меня Оно самое Ну в принципе Депрессия Это не только Эмоциональный фон А расскажи Что еще Какие признаки Очень часто Бывает Нарушается Способность К сосредоточению Внимание То трудно Что-то делать Долго Мы отвлекаемся Страдает память Бывает Такое чувство Что человек Как будто Не может Вспомнить Нужное слово Его долго Приходится Подыскивать Это провалы Или вот Это прям Не так страшно Звучит Это страдает Когнитивная сфера Тоже То есть Это не только Эмоции Да Бывает Бывает Серьезные Серьезные Комплексные Признаки А на физическом Уровне Еще Может быть Что-то Можешь сказать Чтобы люди Могли Как-то К себе Может быть Присмотреться Прислушаться На что Обращать Внимание Ну вот Да У меня Нарушение Сна Ну так Ну в принципе Если ребенок Не дает спать То он Нарушает Сон А если Никто Не мешает И человек Не спит Да Или спит Два-три часа Потом Просыпается Не может Уснуть Вот То есть В принципе Думать О чем-то Какой-то Проект Но это Ситуация Если Ситуации Нет Все равно Нарушен Сон То есть В принципе Надо смотреть В комплексе Вот Сон Питание Внимание Речь Память То что мы Называем Настроением Это Так сказать Ну Первый Признак Да Вот Что-то мне Нерадостно Что-то мне Невесело И дальше Мы уже Смотрим На то Что происходит В разных Других Сферах Жизни В принципе Есть еще Такое Чувство Что все Делать Очень Трудно Поподробнее Тогда Расскажи Как это Ну Трудно С кровати Встать А Трудно Простые Вещи Сделать Умыться Пойти В душ Почистить Зубы Поухаживать За собой Как-то Еду Ничего Не Хочется То есть Обычная Рутина Нет Это не отсутствие Я не хочу А мне трудно Как будто Ты через силу Все это делаешь Тебя нужно Заставлять Принуждать Как бы Преодолевать Что-то Очень такое Трудное Чтобы сделать Обычные Простые вещи То есть Когда Обычная Рутина Становится Борьбой С жизнью Да То Очень Можно Думать О том Что Пора Идти К Специалисту К Специалисту Да А вот Скажи Пожалуйста Женщина Читательница Нашего Журнала Вот Она Прочла У нас Статью Вот Написано Консультант Николай Щербаков Мы с тобой Обе Знаем Прекрасно Что Замечательный Консультант Да Психотерапевт Гештальтерапевт И так далее Вот твой коллега Николай Щербаков Да Ну допустим По каким-то причинам Ну не срослось Там Расписание не совпадает К специалисту не пробиться Еще что-то Вот Какой был бы твой совет Где человеку Попытаться найти Специалиста В той области Где он никогда не был Никогда не обращался Что обычно Женщина может Прийти в голову Что она будет делать Ну с подружками посоветоваться Не факт что подружки Ну таких Экспертные Имеют какие-то знания Ну на фейсбуке Написать В инстаграме Где человеку Искать специалиста Ну А где мы ищем Специалистов В других Областях Если нам нужен Окулист Стоматолог Гинеколог Где мы их ищем Ну наверное В перечисленных Мною У подружек Спрашиваем Помогло Не помогло Как тебе этот врач Есть такое понятие Как семейный доктор Скажем К нему обратиться За советом Ну а почему нет Ну да Тоже верно То есть в принципе Психолог Психотерапевт Скажи еще Если человек подозревает Что у него депрессия Какой специалист Предпочтительнее К кому ему пойти К психиатру Вот звучит угрожающе А почему Такое общественное мнение Неоднократно уже Мы имели фидбэк От наших читателей Психиатр Боже мой Что же я псих что ли Что же мне сразу Таблетки теперь пить Ну вот это Обаиваются Очень грустно Что это так Ну я не знаю Мы с этим сталкиваемся Да Ты как специалист Наверняка тоже сталкивалась Да Психиатров побаиваются Правильно Да Ну знаешь Как бы Я очень много Времени Бывает Трачу на то Чтобы реабилитировать Эту отрасль Медицины Чтобы Снять с нее Какое-то напряжение Страх Что это нормально Что это не про психов Да Что же я псих какой-то Психиатру Ну ты знаешь Вот это вот Какое-то такое Напряжение Страх Может быть стыд Оно касается Не только Психиатров Психологов Таких Безобидных Милых людей Очень часто Думают То же самое Люди путают Да Психолог Психотерапевт Психиатр Ну кстати Вот пользуясь случаем Вот может В двух словах Расскажешь А собственно говоря Чем Все эти специалисты Начиная с психа Отличаются Вторая половина Разная у всех Начиная с кого? Психолог Психотерапевт Психиатр Да Ну вот Три Звучит вроде бы одинаково Но смысл-то точно Разный Ну Можно было бы Сказать Как ты меня назвала Душеведы Да Да Психо Первая приставочка Все-таки Отсылает нас К определенной Области Да Но каждый Имеет свою Компетенцию Психиатр Это врач Врач Имеет дело С диагнозами Медикаментами Это белый халат Рецепты Медикаменты Ну халат по-моему Не обязательно Ну окей Но диагностика Диагноз И лечение Обязательно Медикаменты Да Все остальные Этим не Занимаются А психолог И психотерапевт Как бы вот С ними Разобраться Как бы Себя примерить Вот Кому из них Ну Мы с тобой Живем в Латвии Да Поэтому В Латвии Есть еще Есть психотерапевты Есть психологи И есть Как это сказать По-русски Ну по-латышски Психотерапия Специалисты А Специалисты В области Психотерапии Да 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 То есть еще Дополнительная Градация Специалистов В этой области Да Психологи Занимаются В основном Консультированием Они предоставляют Полезную Нужную информацию Помогают Формировать Какие-то Нужные навыки Вот Очень важно Людей Информировать Консультировать Знать Как Что Работает Особенности Скажем Возраст Возрастного Развития Детей Да Вот Очень важная Работа С родителями А То есть Например Школьные Психологи Психологи Работающие В детских Садах Да То есть Они берут На себя Эту миссию Просветительскую Разъяснительную Да Помогать Выстраивать Отношения Помогать Справляться С какими-то Трудностями Да Ну Внутри Учебными Конфликты Отношения Да Это Их Вотчина Их Работа Заниматься Вот такой Просветительской И Такой Помогающей Разбирательной Работой Внутри Коллективов Скажем Или мостики Между Разными Группами Родительская Группа Учительская Детская И так далее Так Психотерапевты Психотерапевты В Латвии Это люди С медицинским Образованием Вот Есть то Что в Латвии Называется Психотерапия Специалист Да Это гуманитарная Психотерапия Да Где люди Не имеют Медицинского Образования Образования Да И по большому счету Область Их интересов Одна и та же Да Только Подход Другой Подход Подход Разный Да Смотри Если человек Случайно Попадает В ситуацию Ну действительно Трудную В которой он Не справляется И Но Выходит Не на того Специалиста Что ему В таком случае Лучше Предпринять Посоветоваться С тем Специалистом Которому Он уже Ходит И думает Что-то у меня Ничего Не получается То есть Как быть В такой ситуации Чтобы Не обесценить Те Что это Не его Что он Ошибся Дверью Не туда Попал Ин Слушай Ну Есть такое Понятие Как этика Вот допустим Там где меня Учили Это было Очень важно Да И понять Являешься ли ты Тем Специалистом Который Данному Человеку В данном Состоянии Нужен Или нет Это вопрос Твоей этики Твоей профессиональной Компетенции То есть Если человек Обратился Не к тому Специалисту Который Ему В данный Момент В его Ситуации Нужен И может Помочь По большому счету Это не его Проблема То есть Если я Вижу Что тому человеку Который Пришел Ко мне Очень нужна Консультация Психиатра Я обязательно Ему Скажу Об этом И Человек Не должен Все знать Если он Пришел К специалисту То Это компетенция Специалиста Помочь ему Понять Я там Где надо Или нет Или я ошибся Дверью Да Или мне нужна Еще одна дверь Да Или еще одна дверь Психиатрия Которую Как ты нам Уже Рассказала Она Ну не страшная Ни какая Там Не особенная Ну это просто Один из врачей Которая может Помочь Да Имеет Имеет дело С медикаментами С лечебными Препаратами И очень много Опять-таки Страшилок И пугалок Связано С таблетками Под общим Названием Антидепрессанты Начну я Употреблять Антидепрессанты Думают наши Читатели И все И что? И на всю Жизнь Ну или на Ближайшие Там 10-15 лет Ага Или Я буду странной Отобьет это у меня Способность Жить полноценно Соображать Буду я Скажем В тумане Или еще что-то Огромное количество Я совершенно Фантастических Предположений Читала Там и у нас На форуме На журнальном И на страницах Люди не очень Себе представляют Зачем и для чего Но у них там Очень много страхов В этой области Кроется К сожалению Да Очень грустно Об этом слышать Да Но хорошо Скажи Как человек Который отправляет Может быть Тебе доводилось Людей Которые к тебе Приходят за помощью Так сказать В соседнюю дверь К психиатру Не надо бояться Антидепрессантов Что происходит Когда человек Получает Ну вот Получает Рецепт Вам полагается Пить антидепрессанты Что с ним? Ну Инна Ты знаешь Я думаю Что ты Права Что мифов много Тревоги много Напряжения много Страхов тоже много Вот Но что происходит Скажем С человеком Если у него Низкий уровень железа Гемоглобин низкий Как он себя чувствует? Что с ним происходит Когда он Идет к врачу Ему выписывают Рецепт Он начинает Принимать препараты Гемоглобин повышается Он не боится Он Ну как Выпишся в врач Ему становится лучше Конечно Здесь то же самое То же самое То есть спокойно Принимаем Выписанный врачом Препарат Выясняем Дозировку Сколько времени Схему приема Схему приема Да Спокойно пьем И не боимся Что теперь Эти красненькие Или там Зелененькие Таблеточки Не знаю Как они выглядят С тобой на всю жизнь Ужас Ужас Страшно Страшно Ну Знаешь Надо все-таки Идти И общаться С специалистами Потому что У страха Глаза Велики И все эти Мифы Страшилки Ужасники Они Буйным цветом Цветут там Где нет Адекватной Информации Ага То есть Проще Сходить к доктору Увидеть Пообщаться Выяснить Спросить Задать Все вопросы Развеять Свои страхи И принять Решение Как бы Ну по крайней мере Опираясь На информацию Да А не на собственные Домыслы Не на советы Мамы Подруги Интернета Всемогущего Да Говорить с врачом Который По крайней мере Тебя сориентирует В той области Где ты точно Не специалист Всего боишься И не знаешь Куда сунуться Да Спасибо тебе Большое Так у нас Небольшая Пауза И мы вернемся Оставайтесь с нами Мы возвращаемся После небольшой Паузы По средам Как всегда Вышел в киоске Новый свежий Журнал Люблю И вышла наша Передача Люблю лайв Меня зовут Инна Авина Я главный Редактор журнала Люблю И у меня в гостях Сегодня Надежда Зайглиш Психолог И гештальтерапевт Надя Привет Еще раз Те, кто не слышал Нас первые получаса Мы говорили о депрессии О диагностике О том, как понять Это у тебя хандра Что-то грустно Или на самом деле Стоит пойти Поговорить с врачом-специалистом Во второй части Нашей передачи Я предлагаю Рассмотреть Наш красивый Яркий Глянцевый Прекрасный Журнал Который Начинается Со светской хроники Опять-таки Как обычно Золотой глобус Порадовал нас Не только Тем Какие призы Достались Фильмам Которые Кто-то уже посмотрел Кто-то еще только Собирается В кинотеатрах Риги Посмотреть Ну и естественно Актрисы вышли В невероятных Самых чудесных И удивительных Платьях И тут же Как это обычно бывает С актрисами Попали под прицелы Папарацци И модных критиков Есть те Кого Одобрили Сказали Какая молодец В очередной раз Николь Кидман В шикарной форме 52 года Чудесная фигура Красный цвет К лицу Все хорошо Какая замечательная Актриса Хелен Мирин И красавица К тому же 74 года И в чудесном платье Все с ней хорошо Но Мудные критики Острый на язык Друзья Папарацци Естественно Тут же сказали Что другие Актрисы Вот например Как Саль Михайек Ей досталось Больше всего Выглядели Ужасно И платье Отвратительное И она здесь Не по фигуре Это платье Наделы И она пошлая И выставила На показ Достяжение Пластической хирургии Намекая на ее Ну достаточно Объемный бюст Но вместе с тем Не называя Его достоинства Ну в общем Раскатали По полной программе Красавицу И Дженнифер Лопес Достались И у нее платье Дурацкое И на подарок Она похожа Ну в общем Много И Сиен и Миллер Очень много Кому И я Вот когда Рассматриваю Эти же фотографии Читаю Модную критику Естественно Отбираю фотографии Для журнала Мы советуемся С нашим стилистом Вот Симона Шульман Автор этой рубрики Я Потом думаю Вот каково это Выйти вот так Вот на красную дорожку Попасть под прицелы фотокамер А потом Прочитать о себе В газете Что ты ужасная Кошмарная Толстая И так далее Знаете Как вот тебе кажется Как специалисту Душеведу Они страдают Или им наплевать На всех этих наших Модных критиков И они идут себе дальше Украшая собою мир Ты просишь меня Пофантазировать О том Что творится В душах этих женщин В душах этих женщин Про которых все говорят Ну ты и дура сегодня Зачем же ты такое Ужасное платье выбрала Ну я не знаю Мне кажется Каждый делает выбор Бывают удачные выборы Бывают нет Я вот думаю Что они может быть Иногда рыдают На приемах у психоаналитиков своих Не знаю У меня не было звезд В кабинете Нет Вот тех Которые тут Не было Хотя кто-то из них Может быть и скажет Да ну Да мне вообще наплевать Я вон завязала Огромный Золотой банк Ну и вы можете Говорить Что я плохо выгляжу Я-то знаю Что я звезда Да Запросто Но что-то мне подсказывают Что они тоже могут переживать Потому что в инстаграмах своих Они иногда огрызаются Вот А российские звезды Они огрызаются в инстаграмах Значительно чаще Я так думаю Что то ли у них своих психоаналитиков меньше То ли как-то вот Российские модные критики Хотя Александр Васильев Тоже давний друг нашего журнала Как правило Очень умело критикует звезд Вот большой разбор гардероба Юлии Снегирь У нас в журнале И он так очень изящно проехался По молодому человеку Который рядом с Юлией А мы знаем Что прекрасный Евгений Цыганов В свое время Бросил свою первую жену С Вот я сейчас запамятовала То ли пятью, то ли шестью детьми Со словами Прошла любовь Разлюбил я тебя И ушел к Юлии Снегирь Вот Я уж не знаю То ли Александр Васильев За семью То ли ему Цыганов Не нравится как актер В общем проехался он по нему Очень конкретно Вот опять-таки Пофантазирую на тему того А каково Юлия Снегирь С мужчиной, который бросил Ради не южа, но с шестью детьми Как тебе кажется Счастлива ли она с ним Судя по ее выражению лица На этих разворотах Ой, Инна Конечно, фантазия у меня буйная Это прекрасно, я считаю Да, но я понятия не имею Что там творится в жизни всех этих людей Я могу посмотреть на фото Да-да-да И могу сказать, что на этом фото Женщина выглядит более довольной, чем мужчина рядом с ней А смотри, у нее еще поза Руки скрещены на груди Нога выставлена вперед То есть она очень конкретно Укреплена в этой своей позиции Или защищается Можно по-разному интерпретировать Все эти жесты Ну он как-то Да Как-то он не орел здесь Ну, грусть некая в глазах Да Ну, может быть, он рассуждает О чем-то великом Будем надеяться, что у него не депрессия Мы же не будем зла никому желать Ну, ладно Мало ли, какие у человека были мотивы Всем, как говорится Все равно кажется что-то свое И в тот момент, когда в жизни звезды Происходит то или иное событие Хорошо нам, сидя на диване Или в мягком кресле говорить Как же ты мог сделать то-то и то-то Или зачем же ты сделала Такой-то и такой-то выбор Ну, мы же не знаем их мотивов Почему они делали такой выбор Или что двигало какими-то их Я понимаю, что публичность Это определенный побочный эффект Известности, популярности Да, то есть мало кто Круг людей, которых волнует Кто с кем У людей, которые не светятся в журналах И там еще где-то Да Ну, там соседка, тетя, там еще кто-то Да, я тоже думаю, что там тоже все происходит Просто уровень другой А здесь интересоваться Вот знаешь, может быть я человек довольно странный Но мне как-то все равно Кто чью жену оставил Или кто с кем сейчас встречается Понимаешь, в сутках 24 часа Да И тратить свое драгоценное время На то, чтобы думать Обо всех этих людях Ну, у меня есть мои близкие люди Клиенты А как ты думаешь Почему в таком случае Другие люди на самом деле Может быть это что-то с их жизнью Так интересуются жизнью звезд На полном серьезе Очень бурные обсуждения Идут по любому поводу И не только к какому-то серьезному Но и даже мелочи какой-то Вот вышло не в том платье И под этим событием в Инстаграме Там комментариев будет пара тысяч То есть люди бросаются от души Обсуждать платье актрисы Которую они видели только на экране Или личную жизнь актера Цыганова Которого тоже они никогда в жизни Ну и вряд ли увидят Да, они его видели только и на экране Но отстаивают, защищают Говорят молодец-молодец Или наоборот Пишут потом о том, что Боже, я так разочаровалась Евгений, вы были моим кумиром А теперь я не буду смотреть фильмы С вашим участием Опаньки Да Да И я вот думаю И как тебе кажется Что с этими людьми? Ты знаешь, у меня первое яркое впечатление О том, когда вот люди Так бурно включились в жизнь Каких-то непонятных людей Это далекие, я не знаю Там 80-е или 90-е годы Когда вышел незабываемый сериал Про рабыню Изауру Да, был такой И бабушки Первый сериал на постсоветском пространстве Да, да И бабушки на лавочках Так бурно обсуждали там Вот Луиса Альберта Или там еще кто-то Да, да, да Что им до этого Луиса Альберта? А вот что им? Вот тебе как психологу Вот что им до Луиса Альберта? Сиди свою внучку Ленку обсуждай Ну нет Они очень темпераментно осуждали Или наоборот поддерживали героев Которые, ну, как с луны для них Понимаешь, я думаю, ну ладно там Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось А почему, скажем, такой степени важности Интереса, волнения, включенности Нет ничего в твоей личной жизни Может быть, то, что есть в личной жизни Кажется, ну, таким сереньким и уныленьким На фоне вон каких страстей Ну, по-моему, это довольно-таки грустно Ну, да Не так, чтобы вот прям депрессия Которой мы говорили в первой части Ну, да, наверное, это какая-то унылость Собственной жизни И попытка компенсировать Запомнить ее чем-то Запомнить ее чем-то, да По крайней мере, сопереживаниями За тех людей, у которых там Страсти, мордасти Дети, жены, пять браков Все счастливые В шестом браке И там еще что-нибудь Золотые платья, красные дорожки Весело, ярко Ну, внимание, время, которое мы тратим Вот я не знаю Для меня это очень большая ценность Мне вот как-то жалко его Тратить на то, что к моей жизни не имеет никакого отношения Потому что время, оно дорого Силы, они дороги И то, что я верю Что там тысячи комментариев Да Что не шуточные страсти Да, да, да А энергия, сила Во что она вкладывается? А на выходе что? Ну, побушевал Поэмоционировал Это как известная шутка сейчас такая Подожди, подожди Говорит там муж жене Или наоборот, неважно Мне еще тут на фейсбуке Надо написать И объяснить всем этим козлам Как они неправы А потом человек идет И занимается там какой-то Семейной, личной жизнью Какой-то решает свою На его взгляд не очень важную Маленькую локальную проблему Типа выноса мусора там Или приготовление ужина А ведь на фейсбуке Он отвечает за состояние Например Ну, за свое мнение По поводу войны в Иране Или он объясняет Какому-то политику Как он неправ Понимаешь? Человек занят важным делом Ну, понимаешь Я думаю, что наша жизнь Достойна всей той страсти Которая выплескивается Черт и куда На обсуждение чьих-то там Бантиков, рюшечек Туфелек Или еще чего-то Или личной жизни Конечно У звезд Которые, по сути Точно такие же люди Как и мы Есть Это то, о чем они Время от времени говорят Есть право действительно На личную жизнь То есть Быть Хорошо выглядящими И не очень хорошо выглядящими Женатыми И разведенными С детьми И бездетными И когда они выходят на сцену Они нам Несут Какой-то один месседж То есть Они нам демонстрируют То, что они умеют Демонстрируют Какой-то свой талант Но вместе с тем Публике Людям Этого недостаточно Людям еще Очень интересно Заглянуть за кулисы И выяснить Вот этот прекрасный Актер Стоящий на сцене Вот этот вот Чудесный Усатый Игорь Николаев Про которого Например У нас тоже Огромная статья О боже Вот он Правда Любил Наташу Королеву Или это было Коммерция Это был Такой вот Странный ход А правда Они начали встречаться Когда Наташе Королевой Было 15 лет Или сколько там 16 А правда Что это он ее бросил Нет Это она от него ушла Нет Это он ее бросил А вот эта вот Красавица Которая сейчас С ним живет А почему у них Так долго не было детей Вот что людей интересует Понимаешь Я вот вижу А люди которые Настолько слушают Но не видят нас По видео Как у тебя Увеличились глаза А ведь это правда О господи Не увеличились Надежда И знай Свой лекторат в лицо Это то Что на самом деле Очень волнует И интересует людей Скажи нам правду Дорогой Игорь Николаев Что такое у вас происходит В семье Слушай Знаешь Я тебе верю Раз ты говоришь Что глаза увеличились Значит оно так и есть Вряд ли ты вообще Может быть в курсе Что его жену зовут Юлия Прускорякова О господи Это я вообще Вот после Как его Дельфина и русалки Это хит с Наташей Королевой Я слабо в курсе Что там творится А там творится Красавица Юлия О господи И знаешь Вот я тебе скажу честно Еще ни разу Люди Которые приходят Ко мне в кабинет Не сказали Надежда Вы знаете Как меня волнует Что там С Игорем Николаевым Да Что у него в личной жизни Да Вот ни разу Верю То есть Людей волнует Их собственная жизнь Волнует Качество этой жизни Есть там Драйв Энергия Есть силы Есть близость Есть любовь Нежность Поддержка Радость Удовольствие И мне как-то Это понятно Что человек Приходит Чтобы что-то Хорошее Сделать В своей Собственной жизни Наверное И мне как-то Вот очень Отзывается Способствовать Этому Я бы Честно Не могла Способствовать Поддержанию И удовлетворению Любопытства Вот про чьи-то Там еще Жизни Ну да Это невозможно Даже технически Даже если бы тебе Вдруг очень-очень Сильно захотелось Ну вот ты меня просила Сегодня фантазировать Да Господи Фантазировать Это можно Фантазия-то у нас Хоть и добавляй Как говорится Сколько угодно Но Вместе с тем Удивительным образом Процветает Вот это любопытство К чужой жизни И подогревается Очень сильно Потому что Не только Традиционные Средства массовой информации Бумажные Которые мы принадлежим Или скажем Радиостанции На которой мы сейчас находимся Или телевидение Но и все Электронные СМИ И даже Социальные сети Они работают Именно на это На Извечное Любопытство Человеку К чужой Жизни А не к его Собственной Я вот сижу Изо всех сил Комментируй как психолог Стараюсь Не делать Большие глаза А для чего Существуют Социальные сети Как тебе кажется Для общения Нет Для общения Тогда Там не нужны Были бы фотографии Почему А зачем люди Выкладывают Свои фотографии Зачем они Заходят Смотреть Чужие фотографии Ну Чтоб все увидели Какая я Красавица Да Это я для этого Существую в социальной сети Я ставлю свою фотографию Думаю Полюбуйтесь Какая я красавица Точно так же Думала Дженнифер Лопес Которая надела Своё платье С золотым бантом И вышла на красную дорожку Ей в ответ Что прилетело Боже Какая же ты страшная Ну вот Реакция-то Может быть Какая угодно Но Инстаграм Существует Например Только на том Что Там Практически Нет общения Там есть только Фотографии Люди Или себя показывают Или на других Смотрят Ты мне рассказываешь Очень интересные вещи Я Не пользуюсь Сори Понятно Вот Может быть Тебе когда-нибудь Захочется провести Какой-нибудь Социальный эксперимент Мало ли Может Для какой-нибудь Научной работы И ты Точно Там Познакомишься С какими-то Очень любопытными Для себя Наблюдениями Наверняка По крайней мере Люди Которые Активно Ведут Жизнь В соцсетях Они Владеют Какими-то Определенными Знаниями Которыми Об Процессах Которыми Эти соцсети И Самоорганизуются Это очень важная вещь Там Внутри Общество Живет По новым законам По тем Которые Похожи На законы Из реальной жизни Да И в интернете Люди Намного Смелее Хотя Это тоже Психологический Феномен Почему люди Смелее Там Где Их Не могут Грубо говоря Дать В морду Сказать ему А ну-ка Ответь за слова И так далее Ну то есть Есть очень много Сдерживающих факторов В реальной жизни Хотя безусловно Есть же люди Которые И в реальной жизни Говорят так Как думают Ты знаешь Я думаю Что ты абсолютно Права в том Что это особый мир Со своими Законами Что-то этот мир Поддерживает Чему-то Мешает То что Людям Хочется Создать Некий Образ Очень такой Милый Симпатичный Приукрашенный А сейчас Технические Возможности Дают Шанс Сделать Не видеть Себя Реального Видеть Какую-то Идеальную Версию Тратить силы На поддержание Этой Идеальной Версии Себя Это одна Часть Да Вот И зачем Это людям Нужно И что Это даст И на что Опять-таки Тратятся силы А вот скажи Пожалуйста Люди В твоем Кабинете Когда говорят О своей жизни О своих проблемах Хоть каким-то Образом Всплывает ли Их Так сказать Вот эта Вот Электронная Версия Их электронная Реальность Приходили ли К тебе Люди Которых Хоть С подростками Я думаю Что там Этого Больше Травля В соцсетях Всякие Скандалы Там Еще Преследования Могут быть Да Подростки Более восприимчивы К любому слову Новое поколение То есть Ко мне Приходят Постаршие Люди Взрослые И Таких проблем Пока еще Не было Но я Предполагаю Что да Это Очень Интересное Новое поле Если бы мы С тобой Мне кажется Пофантазировали Чуть-чуть На тему Того Что Будущее Будет Довольно Скоро Связано Не Вполне Людьми А скажем Роботами И биороботами То тогда Вопрос становится Еще более интересным Приходит к тебе Существо На прием Ты очень долго Присматриваешься И думаешь Правда ли это Существо говорит о том Что оно человек Ну есть же сейчас Уже такие фильмы А вдруг Это Ну Биологическая модель И на самом деле Я говорю Не вполне с человеком Ты знаешь Есть шикарный Сериал Блокмир Черное зеркало Да Вот там Великолепнейшим Образом Продемонстрированы Вот такие Футуристические Фантазии Про социальные сети Одна из моих Любимых серий Да Как Социальная структура Общества Выстраивается На основе лайков Ого Да То есть ты можешь Лететь Бизнес-классе С самолетом Если у тебя Уровень Четыре с половиной Да Если пять Это максимум Ну то есть По подсчету Вот этих лайков Звездочек Если нет То как бы Бизнес-класс нет А если еще меньше То только поезд А если еще меньше То вот То тебе даже Машину на заправке Тебе не заправят Если у тебя нет Определенного уровня Вот этих звездочек Да Ничего себе Вот шикарнейший фильм Надо будет посмотреть Эту серию Я не видела Да И как люди борются За эти лайки Да То есть Блэк Мирер Это вещь Это что-то Они безумно талантливо Взяли элемент Того что уже есть В нашей жизни Усилили Да Они берут То что есть Усилили И это добавили И показали И почему Блэк Мирер То есть Человечество Смотрится в зеркало Технологии И что оно там видит Шикарная вещь Советую всем Мама дорогая Что оно там Только не видит Ох Что оно там видит Что оно там видит Ну что Передача наша Подходит к концу Много интересного Еще И очень полезного Есть в нашем журнале В двух словах Перечислю Это Что делать Если гости на пороге Прекрасные Четыре рецепта Очень быстрых Очень вкусных Блюд Очень полезный Материал О пособиях По безработице Которые в этом году Изменились Довольно Любопытный И очень тоже Такой Спорный Материал Психологический О том Почему жены Залезают В телефоны Своих мужей Что они там ищут И почему Они расстраиваются Если они там Что-то находят Собственно Говорят Если ты туда полезла Наверное Ты хотела там Что-то найти Удивительно Что же ты тогда Теперь вот Слезы льешь Дальше У нас Очень полезный Материал О лазерной коррекции Зрения Обязательно Ознакомьтесь Люди Мои коллеги По очкам Я вот прочла И подумала Да-да Действительно Пора Задуматься Об операции И чего у нас Только нет И обзор подушек Мы рассказываем Как правильно Выбрать подушку Какой у тебя Будет сон С какой подушки И обязательно Обзор косметики И естественно Историю любви И абсолютно Классный Прикольный Такой веселый Материал Про то Как мы выбираем Домашнего питомца Кота или кошечку Оказывается И выбор Обусловлен Необычем И зверь Будет жить Совершенно По-разному С вами В зависимости От того Ну что и логично Естественно Кого мы выберем Себе Кота или кошечка Подружку Или друга Вот Ну и самое главное О чем я хочу Напомнить Дорогие читательницы Те Кто решил Стать нашими Подписчицами Присылайте Пожалуйста На адрес Люблю Собака Люблю Ваши фотографии Конкурс Стань девушкой С обложки Журнала Люблю Продолжается До конца Января У каждой из вас Есть абсолютно Уникальный шанс Украсить нашу обложку Мы единственный Журнал в Латвии Который делает Это уже более 20 лет Мне было с вами Со всеми Очень приятно До новых встреч В следующую среду Надя До свидания Счастливо До свидания